Добрый вечер, уважаемые слушатели! Еще раз добрый вечер! Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас 18.00. Время сухого остатка. Как всегда, в этой программе мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках. Обсуждаем ситуацию, причины. Ну и, конечно же, делаем прогнозы. Делаем прогнозы и попытаемся сделать мы это и сегодня. Тема программы «Российский рынок акций. Есть ли поводы для роста?» Сразу я немножко отвлекусь и читаю. Вот у меня лента новостей. Звучит одна из новостей так. «Российский рынок готов к глубокой коррекции, чего уже давно ждут участники торгов». Забавно. Ну да ладно. Итак, мы начинаем нашу программу. Я прежде всего с удовольствием представляю сегодняшних гостей. В студии Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС «Управлением и активами». Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. И в студии Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс». Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, напомню еще раз, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Позвонив, звоните по телефону 6510-996, код Москвы, 495. Либо воспользуйтесь интернет-ресурсом, это сайт компании «Финам.фм». Ну и традиционно, начиная сухой остаток, мы рисуем с вами картину маслом. 1805 в Москве, что происходит на мировых площадках. Начинаем с отечественного рынка. Сегодня он показывает отрицательную динамику, хотя вот уже положение меняется. Видимо, что какая-то статистика вышла. Итак, на 1805 Москвы индекс РТС теряет 0,1%, 1603, его текущая котировка. Индекс ММВБ чуть хуже выглядит, 0,3% минуса, 1532. Значит, все остальное у нас. Азиатский рынок, в частности, индекс Nikkei, сегодня вырос больше, чем на процент. Европейский рынок представлен у меня здесь, по крайней мере, британским индексом FTSE 100, и он сегодня в положительной территории на 0,7%. Американцы откроются традиционно через полчаса, а вчерашняя их динамика была позитивной, положительной, и Dow Jones, и S&P, и NASDAQ выросли, соответственно, на 4,1,3%. Ну, S&P, если говорить о индикаторе широкого рынка, продолжает восходящую динамику, обновляет максимумы каждый день и выглядит огурцом, выглядит молодцом. Значит, смотрим, что происходит на сырьевых рынках и Форекс. Нефть марки Brent уверенно выше 112 долларов за баррель. Золото корректируется в моменте, вот буквально опять некоторое время назад, с 1690 просело до 1670 долларов за унцию, и индикатор валютного рынка выше 1,33, сейчас его котировка 1,3360, и, собственно, можно сказать, что всю неделю он ходит в неком диапазоне, достаточно узком, там, в пределах 100 пунктов. Ну, если кому-то интересно, а я думаю, многим это интересно, после событий в Японии мы начали смотреть и на доллар-иена, да, агрессивные там ребята сейчас у власти стоят, и все время сливают японскую иену. Мы на нее смотрим, она сегодня опять начала ослабление, и доллар-иена в районе 90, 89, 88, текущая котировка, собственно, иена теряет 1,5%, доллар-иена, соответственно, растет. Ну, и основной набор голубых фишек разнонаправлен сегодня в основном. Так, лидер падения акции НЛМК, минус процент с лишним. Все остальное, все остальное, все остальное. А, и рост, да, больше 1,5% показывает акции, обыкновенная акция Уралкали, все остальное вяло-вяло. Вот такова картина маслом. Повторю, через полчаса мы посмотрим, как откроются американские площадки. Возвращаемся к нашему разговору. Итак, уважаемые гости, ну, давайте начнем мы традиционно не с точечного удара, да, с российского рынка акций, а посмотрим более глобально. Вообще, какие есть поводы для чего-либо? Есть поводы или нет? Кстати, еще один момент, Саша, я вопрос тебе прежде всего адресую, и момент последний. Рубль сегодня продолжил укрепление, и уже, да, близко к 30, он достаточно близко. Давай. Да, значит, по поводу рубля сразу, значит, там, если посмотреть на курс доллар-рубль, то, в принципе, сейчас вот последние месяцы идет укрепление курса российского рубля по отношению к доллару. Это там и фактор ожидания притока средств на рынок российских облигаций по системе Евроклир, вот, и в том числе и высокие цены на нефть, и общий оптимизм на мировых фондовых биржах, и цены на нефть, и пара евро-доллар тоже там стремится вверх, поэтому очень интересная вещь, что вот сейчас вот сегодня, в частности, курс российского рубля по отношению к доллару приблизился и практически пытается пробить уровень 30 рублей 10 копеек. Это не фьючерс, это сам курс, да? Ну, спотовый, да. Да, спотовый рынок, да. И я думаю, что если мы все-таки увидим возможное движение вверх по нефти выше 113, а курс евро по отношению к доллару тоже пойдет выше отметки 1.34, вполне возможно, рубль может скакнуть туда вот по отношению к доллару где-нибудь к отметке 29 рублей в ближайшие, наверное, может быть, месяц, примерно так. Ну, это как один из возможных технических вариантов сценария. Абсолютно согласен, но тем не менее, да, мы когда говорим о неких сценариях, мы все время начинаем с того, что набор аргументов для этого сценария. Вот ты, кстати, да, этот набор достаточно у тебя был широк, если и нефть, да, продолжит укрепление, даже незначительное, если и валютный рынок, да, так сказать, доллар будет ослабевать против евро, ну, и наверняка... И фондовые рынки. И фондовые продолжат рост, тогда мы увидим это. А есть ли для этого основания? Основания какие? Фундаментальные? Фундаментальные, да. Фундаментальные основания всегда есть. Ну, всегда можно придумать фразу о том, что российский рынок акций... Не, мы не о фразе сейчас говорим. Глобально недооценен. Нефть пойдет к 115. Есть ли для этого основания сейчас? Технические. Технические. Хорошо, технические. Технические. Ну, пробой уровня 113 автоматически вполне возможно переставляет котировки нефти на новый уровень. Согласен. 113-118. А для того, чтобы пробой этот состоялся, значит, нужны уже не просто технические... Нужны какие-то ситуационные какие-то вещи. События какие-то. Ну, там какой-нибудь эскалация напряженности на Корейском полуострове, очередные какие-нибудь... Кстати, сегодня, да, опять надо, наверное, об этом сказать. Сегодня с утра прошли средства массовой информации. Возможно. Ну, просто к рынку нефти это не относится. На прямую не относится, но это создается. Ну, с учетом того, что рынок нефти, он по большому счету сейчас пытается коррелировать за фондовыми рынками, а фондовый рынок сейчас, как известно, находится в фазе ну, не агрессивного, но такого уверенного роста, то, в принципе, ну, почему бы нет. Америка обновляет максимумы. Лондон, Фудси-100, британский индекс, то же самое сделает, поэтому... Вот интересная такая тенденция сменилась. Если в конце прошлого года, где-то, наверное, вот 3-4 квартал в лидерах роста была Германия, она показала по итогам года там что-то около 25%, по-моему. Британия как-то в сторонке стояла. А в этом году, наоборот, вот если посмотреть, Германия торгуется на уровне нуля по отношению к началу года, а Британия, наоборот, прям так, у них все замечательно на рынке, они практически каждый день прибавляют. Вот, поэтому думаю, что сегодня, с учетом того, что сегодня четверг, а с учетом того, что конец недели, я думаю, что под закрытие недели вполне возможно и Америка, и все остальные рынки... Еще прибавили. Да, вполне можно прибавить. Дима, ты как смотришь на общую ситуацию? Все это очень оптимистично, правильно? Как раз с Александром в одном из блогов обсуждали ситуацию, встретились мы на территории интернета. Ну, вы спорили, я надеюсь, там спорили. Потому что все очень благодушно. Нет, подожди, приходите вы такие красивые, умные, счастливые и начинаете, значит, вот по ушам ехать. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все... Ну, вы поспорьте хотя бы, не может быть все хорошо. Нет, мы с ними соглашаемся в принципиальных вопросах. Да, 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 тут так сошлось, что мы тут сегодня вместе собрались. Мне очень понравилась фраза Александра, я продаю акции на этом росте. Многозначная фраза, но... Это в блоге он так писал? Или сейчас я не слышу? Ну, это уж в комментариях. В комментариях мы обсуждали эту ситуацию. И мне эта очень фраза запомнилась, и я вот сейчас понял, что она отражает вот мое настроение, текущее к рынку. Саш, я чуть позже попрошу тебя прокомментировать эту фразу. Это очень интересная фраза. Давайте. Что касается, обсуждали рынок нефти, здесь, наверное, небольшую ремарочку сделаю. Мне очень понравилась идея одного человека, с которым я недавно общался. В блоге. Нет, вживую. Он отметил очень такую интересную вещь, что на всей вот форварной кривой наблюдается бэквардация по нефти. Это говорит о том, что рынок закладывается якобы на то, что нефти в мире нехватка. Хотя, в целом, анализируя какую-то ситуацию, в общем, экономическую, сложно об этом говорить. Нет, подожди, я подумал о том, что нам нужно расшифровать все-таки для слушателей, не все они профессионалы, что такое бэквардация. Давайте проще скажем. Рынок закладывается на будущее. То есть есть спотовый рынок, а есть срочный рынок. И вот разница. Игроки на срочном рынке предполагают, что нефти в мире не хватает. И, соответственно, дороже. Спрос высокий. Да, соответственно, закладывается на более высокие цены, и они поддерживаются. Смотря на общую ситуацию в мире, Европа, США, Китай и так далее, ну, все-таки, наверное, нельзя об этом говорить. В общем, бытует мнение о том, что это искусственно созданная ситуация. Некоторыми игроками на Ближнем Востоке. Ну, Саудовская Аравия, возможно. Ну, прежде всего, да. Потому что она действительно просто управляет. Я думаю, что помним войну в Ливии, да, и, в общем, добыча сильно падала. Сейчас действительно темпы восстановились. Они еще в прошлом году восстановились. Ирак вроде. Ну, то есть на пике все. И Россия, и это добывают. Подожди, мы прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Мы продолжаем, извините, еще раз. Мы продолжаем, уважаемые слушатели, наш эфир на Финам.ФМ. Сухой остаток. Я, Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем традиционно текущие ситуации на финансовых рынках. В гостях Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами и Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании Китфинанс. Возвращаемся к нашему разговору. И, Дима, я тебе вновь предоставляю слово. Значит, собственно, ситуация на рынке нефти, да, неоднозначна. Да, выглядит очень неоднозначно. Неоднозначна. Рынок закладывается на дно, а экономические реалии говорят немножко о другом. Совершенно верно. То есть вроде бы, да, надо ждать подорожания нефти, но, с другой стороны, рецессия в еврозоне, да, и достаточно слабая статистика в других экономиках как-то не очень, да, позволяет верить в то, что нефть будет дорожать. Спрос-то вряд ли будет. Спрос вряд ли будет эту идею поддерживать. Саша, я возвращаюсь к вот этой замечательной фразе, которую Дима произнес. Я, говорит, Саша, я продаю на растущем рынке, я продаю. Как это понять? Ну, я сначала хочу дополнить фразу по поводу нефти. Действительно, на нефть сейчас влияет много факторов. Первый фактор, долгосрочный, мне кажется, это все-таки вероятное увеличение объемов добычи нефти в Америке. Этот тренд не стоит игнорировать. Это не спекулятивное движение, это не то, что мы, скажем, сегодня продали, через месяц откупили. А это целенаправленно строятся заводы, разрабатываются новые месторождения, вводятся новые технологии, которые позволяют добывать нефть в более больших объемах. С учетом того, что цены на сырье сейчас высокие, поэтому рентабельность вложений в этот бизнес остается на хорошем уровне. Поэтому, в принципе, вот этот тренд нельзя игнорировать. По импорту нефти Америка, импорт нефти снизился, по-моему, там до уровня 2006 года, 2007. Объем мощностей в Америке продолжает наращиваться. Новые месторождения, опять же, также вводятся в строй. Поэтому я думаю, что если это все-таки тенденция, она долгосрочная будет продолжаться, на долгосрочную перспективу, цены на нефть имеют скорее тенденцию к снижению, нежели к росту. Плюс к этому сейчас на данный момент вот то снижение, которые, то те высокие цены на нефть, которые мы сейчас видим, они, на мой взгляд, продиктованы тем, что, во-первых, Китай продолжает увеличивать объемы импорта нефти. Вот последняя декабрьская статистика по импорту нефти Китая, она показала прирост по отношению к октябрю и ноябрю. И одновременно с этим Саудовская Аравия снижает объемы добычи нефти. Поэтому вот эти факторы, они спекулятивны. Вот в краткосрочной перспективе пока влияют на нефть позитивно. Вот. Что касается продажи акций, да, действительно, я продаю сейчас с акций и, на мой взгляд, то фазу, в которой мы сейчас находимся, текущие вот уровни цен на рынке акций, на мой взгляд, они отражают фазу распределения. Есть фаза накопления, фаза роста, фаза распределения, фаза падения. Различные фазы на рынке есть. И вот когда рынок аккумулируется, ну не аккумулируется, а рынок консолидируется после фазы активного роста с высокой волатильностью возле каких-то уровней, мне кажется, это просто, ну, так скажем, происходит и перспределение активов. То есть те, кто покупал внизу, они отдают акции, продают акции тем игрокам, которые готовы выкупать снижения, которые характерны для фазы активного роста. Вот и все, примерно так. То есть акции меняют руки, сильные на слабые. Я понял. Ну, в данном случае тогда я уточню. Ты говоришь, что ты продаешь на росте, продаешь ранее купленные акции? Да, ранее купленные. Нет, от сигналов на открытие коротких позиций в игре на повнижение пока что я лично не вижу. Я испугался именно этого. Нет, 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 нет. Ты начинаешь шортить бычий рынок, да? Да, это как раз и фраза так построена красиво. Да, да, да. Непонятно, о чем я вижу. Я считаю, что сейчас, да, действительно, что-то не сигналов. Нет, если да, если я не угадал с этим, и, скажем, после фазы распределения мы увидим какой-то еще рост. Продолжение рост. Да, ну что, ну я-то на какое-то время оно буду кусать локти. Нет, а что их кусать? Ты уже зафиксировал прибыль, но она чуть меньше будет. Ну, ну, ладно. Это нормально. Все деньги не заработают. Конечно, конечно. У нас есть звонок, давайте послушаем. Его это Владимир. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире. Да, добрый вечер. Добрый. Как вот такое еще мнение, да, по поводу нефти. Ну, вот и вчера я как раз звонил тоже по этому поводу. То, что, ну, американцы сейчас с этим госдолгом, да, ну, перенесли на Маево, все равно все это давит на них. И то, что, ну, есть, как бы, вот, проходит информация, что и Саудовская Аравия, они уже не так, условно, плохо, скажем, относятся. И что просто не позволит американцам, как бы, вступать в какие-то новые конфронтации, там, знаете, тем более с Ираном. Насколько заложена вот геополитическая, да, такая, ну, как говорится, моржа в этой нефти. И второй вопрос, ну, как вообще относится к этому мнению, что, ну, не будут они воевать, не на что-то. И второй вопрос такой, он, как бы, ну, Англия все время особняком каким-то стоит, что тут родился вот, а не там референдум хочет Кэмерон проводить, а выход из еврозоны, что-то это может как-то повлиять на, ну, на евро, на вообще еврозону в целом, или вообще Англия сама собой и все остальное тому подобное. Ну, вот так, спасибо. Спасибо, Владимир, спасибо. Ну, давайте закончим с нефтью, да, Дима? Вот Владимир спрашивает, насколько геополитика сейчас поддерживает цены на нефть, если вдруг решается этот вопрос каким-то образом, ну, может быть, даже решается он не, не усложняя ситуацию, да, на Ближнем Востоке. Я не думаю, что эта ситуация будет принимать какой-то расширенный масштаб в 2013 году. Думаю, это все будет потихоньку развиваться. Конфликт, ну, мы имеем в виду Иран, Сирия. И такой долгоиграющий процесс, мне кажется, сейчас несколько другие акценты у американских политиков, если уж про это говорить, да, тут надо у себя на родине проблемы позакрывать себе, порешать, а потом уже переходить к таким более глобальным вопросам. Поэтому этот вопрос будет всегда подниматься, периодически, я думаю, иранский, но эскалации конфликта я бы не ждал в этом году. А вообще надо сказать, что по рынку нефти, ну, очень крайне тяжело прогнозировать что-либо, как будет ситуация развиваться с шельфом, с добычей нефти в США, вот это все очень тяжело просчитать, указать, и это, к сожалению, очень сказывается нехорошо на российском рынке, который является, по сути, производной его ценой на нефть. Крайне тяжело прогнозируемый рынок. Это сейчас о нашем, естественно, да? Это о рынке нефти, и в целом, конечно же, Россия имеет определенное отношение тоже к этому. Саш. Да. Ну, вот в этой связи еще Владимир упомянул проблему государственного долга, она будет тоже давить, наверное, каким-то образом, да, на все это. Проблема в Великобритании. Нет, в Великобритании другая история. Государственного долга Соединенных Штатов Америки. Нет, а что там за проблема, я не очень понимаю. Ну, они просто, что сделали американцы, вот для чего они договорились вчера вечером. Они договорились от того, что планку заимствований не отменяют, но при этом срок вот этого моратория, он достигает 19 мая. То есть до 19 мая там должны договориться, там, скажем, о том, что делать с госдолгом, планкой госдолга дальше. То есть они просто взяли себе время, тайм-аут так называют. Отменили по высоте, но ограничили по времени. Вот. Значит, по сути своей, в американской экономике, вот тот фискальный обрыв, который, которого все боялись, американцы там на нем, там, это, рефлексировали. Мы что-то, мы не рефлексировали перед Новым годом, а они там 4 сессии подряд перед Новым годом, они что-то вдруг начали рефлексировать, там, вдруг начали продавать. На маленьких объемах не страшно, но это было очевидно, что это они почему-то так вот делают. На мой взгляд, вот этого фискального обрыва, вот эта вот опасность преувеличена была еще тогда, это было ясно уже там в начале декабря, ноябре. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что, по сути, свой фискальный обрыв, так называемый, он уже начался. И просто он идет в мягкой фазе. Дело в том, что налоги на богатых подняли, подняли. Достаточно большое количество американцев, которые владеют имуществом, которые получают доходы от инвестиций, они уже попали под ставки, под ставки повышенных налогов, да. Плюс к этому, до 1 марта должен быть таким или иным образом решен вопрос с госрасходами. А стоять их на прежнем уровне республиканцы не позволят просто-напросто. Поэтому все это уже, так скажем, просто, ну вот мы уже... Уже случилось. По факту, да. По факту, да. Мы уже находимся в этом фискальном обрыве, по сути своей, да. То есть, просто пока нам неизвестны оценки, вот, количественные оценки пока невозможно просчитать. Вот. Но пока они неизвестны, ну, рынки продолжают гордо смотреть вверх, да. Вот. А что касается Великобритании, то Великобритания не хочет выйти из зоны евро. Она не входит в еврозону, она входит в Евросоюз. Евросоюз, да. Да. А Евросоюз, там у них основное разногласие, ну, не основное, может быть, а одно из ключевых, это введение налога на финансовые транзакции. Вот. Естественно, Великобритания, Люксембург, они против этого. Ну, и на этом фоне, естественно, там муссируются слухи о том, что там какие-то там референдумы. Это политические игры. Да, это политические игры, это просто угрозы, там, если вы это, то мы это, потому что Лондон, это финансовый центр Европы. Если ввести финансовые, налог на финансовые транзакции, да, то, соответственно, это затормозит существенно приток иностранных инвестиций в Великобританию, которая и так уже, на мой взгляд, со своим госдолгом тоже сидит. Тоже сидит, совершенно верно. Ну, и, собственно, Владимир задавал вопрос, если даже предположить, да, что Великобритания каким-то образом, вот, в результате референдума или иначе, покинет ряды Евросоюза, как это может отразиться на евро, на фунте, я думаю, что... Ну, колебания какие-то, конечно, будут, но я не рассматриваю. Ну, как вариант, да. Очень серьезно, как вариант, да. Ну, какие-то будут перекладки из валют в валют, так же, как сейчас с японской иеной, через кросс-курсы, очень сильно влияет на динамику других валют, то есть что-то будет, но я бы не рассматривал этот сценарий как базовый. То есть, в принципе, вот, да, то, о чем Саша говорил, это некая такая политическая игра под коверный, попытка надавить, так сказать... В Великобритании огромная доля ВВП, именно финансовая составляющая, поэтому они будут делать все, чтобы защищать свои интересы. Попытка выторговать для себя лучше, чтобы... Мировой финансовый центр, как ни крути, он будет делать все, чтобы им оставаться в текущих условиях. Хорошо. Значит, тогда давайте продолжим наш разговор и, учитывая, что вопросов не так... Вопросов, простите, времени не так много, до следующего перерыва. Значит, тогда мы смотрим уже непосредственно на российский рынок акций. Я в моменте вновь попытаюсь сейчас найти 1600 индекс РТС, торгуется полчаса до закрытия основной сессии. И чего ждать, Саша? Ну, на ближайшей перспективе, по крайней мере. Закрепимся выше 1600, пойдем куда-то выше или нет? А ММВБ? ММВБ, сейчас посмотрю, у меня, к сожалению, нет графика ММВБ. Ну, значение. Значение 1530, 1530, 1530 пунктов. Ну да ладно, у нас есть время об этом подумать, потому что сейчас мы еще раз послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я начинаю третью часть нашей программы с того, что мы смотрим на то, как открываются американцы. Сейчас они уже торгуются и открылись основные индикаторы разнонаправленно. Dow Jones в моменте прибавляет 0,1%. S&P, наоборот, теряет 0,2%. Фьючерс на 1831 также в минусе. Значит, спот 1490, фьючер 1487 пунктов. Вот такая вот история. Нефть, барки, бренд и все остальное, в принципе, достаточно стабильно. Давайте мы продолжим. И вопрос у меня будет касаться российского рынка акций. Тем более, что, смотрите, мы сегодня уже обсудили некие перспективы, ну, как минимум, нефтяных котировок. С чем это может быть связано? Тоже вопрос уже обсужденный. Да, эта тема уже была произнесена. А как в этом случае будут чувствовать себя акции наших, ну, фишек прежде всего, да, нефтяных компаний и так далее и тому подобное? Ну, прежде всего, конечно, о «Газпроме», наверное, идет речь, потому что, как правило, по нему огромный, ну, каждый день возникают вопросы, что будет с «Газпромом». Вот сейчас опять есть такое. Канада и сарабляй будет. Да, 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 да. Ну, потому что, что же, неприлично, 145, хуже рынка торгуется, который день уже, и что делать-то, Дима? Ну, «Газпром», «Газпром», тут уровень 150 активно, да, обсуждается, и много где обсуждается, все ждут прихода каких-то крупных денег, которые, возможно, сдвинут гиганта с места. Ну, соответственно, когда придут, тогда... Денег все нет и нет. Денег все нет и нет, к сожалению, да. Вот тут надо задавать вопрос, почему их нет. Так, давай, я задаю вопрос, Дима, почему нет денег? Хороший вопрос. Я бы это так сказал, где деньги? К крупнейшей, можно сказать, компании российской такой позиции на рынке так плохо относятся. Наверное, это о многом говорит все-таки, да, ахиятно. А в первую очередь об отношении все-таки западных игроков к российскому рынку в целом. Это также хорошо анализируется при рассмотрении данных от ИПФР, движения средств, да, то, что российский рынок, ну, мало денег получает. Но при этом мы прекрасно понимаем, что основную игру здесь делают, конечно же, западные деньги. Любой приток, маломальский, может ситуацию очень существенным образом изменить. Ну, то есть вновь надо прежде всего говорить о некой инфраструктуре, да, о некой привлекательности институционной, вот об этих вещах. Об этих вещах очень много говорится, да, и когда действительно ситуация будет выправляться, когда будет действительно все понятно. Единственная идея с «Газпромом», наверное, все-таки ближе к дивидендам периода будет какая-то разыгрываться. Все-таки обещали повышение, и, возможно, часть игроков в надежде на получение этих самых дивидендов будет перекладываться в бумаги «Газпрома». В принципе, из ближайшего я, наверное, только эту идею буду рассматривать. — Саша. — Да. — Вот ты, кстати, говорил о том, что сейчас время продавать, и рынок растет. Ты продаешь-то. Какие ранее купленные? — У меня «Газпрома» не было. — Не было «Газпрома». Принципиально? — Ну, вот не вижу там пока нет каких-то, да, зацепиться не за что. Смотрите, добыча стагнирует, европейцы и прочие потребители цены сбивают. Дальше что еще? В самом правительстве вынашивается проблема либерализации поставок газа на экспорт. Это существенный подрыв по монополии «Газпрома». Существенный. Вот. Поэтому риск есть. Вполне возможно, так скажем, этой самой проблемы не будет, потому что, в принципе, государство прекрасно понимает, что оно в лице «Газпрома» потеряет миллиарды, да, потому что, ну, это очень существенно, да. Но, тем не менее, раз в правительстве Медведева эта тема муссируется, соответственно, кто-то пытается пролоббировать все-таки интересы независимых экспортеров газа. Вот. Поэтому, раз тема стоит, риск висит. Раз и риск есть, соответственно, ну, давайте мы его будем учитывать в котировках. Вот. Поэтому пока по «Газпрому» пока вот в основном негатив, и я думаю, что вот... И вне, колуарно, так скажем, потому что, когда я спрашивал управляющих, так рядом, мне, так скажем, за кадром говорят, я говорю, почему «Газпром» не любят? Фраза простая — ворует много. Вот. Поэтому этот госкапитализм, он, к сожалению, приводит к тому, что до инвесторов практически ничего не доходит. Те денежные потоки, которые компания есть, они все проходят мимо акционеров. Понятно. Ну, а если тогда посмотреть более широко, в принципе, на фишки, ты бы какие-то идеи выделил здесь или... Здесь, на нашем рынке акций? На нашем рынке. Конечно, есть. Обзвучивать, да? Да, конечно. Конечно, озвучивать, мы записываем. Нет, ну я все-то не могу озвучить. Ну, хорошо, не все, часть какую-нибудь. Часть. Ну, они, собственно говоря, у всех на слуху. Мне кажется, неплохие перспективы остаются по-прежнему у акций «Магнита». Вот. Не на текущих уровнях. Я думаю, что надо, стоит подождать коррекции, стабилизации. После этого уже невозможно акций. Она очень дорогая, акция «Магнита». По показателям, по фундаментальным, она даже сейчас торгуется дороже, чем «Карфур». Французский ритейлер номер два в мире. Вот. Поэтому сложно сказать, что будет дальше. Но с учетом того, что компания, как бы, так скажем, несложно, не трудно было делать бизнес. Вот, глядя на те же самые «Дикси», «Пятерочку», «Х5 Ритейл Групп», там видно, как у них там падает выручка по магазинам. А у, так скажем, «Магнита» все замечательно. Поэтому, в принципе, значит... А как ты думаешь, извините, я немножко в сторону, а как ты думаешь, почему вот действительно «Магнит»... Менеджмент разный. Только из-за этого? Все зависит от людей, да. Если «Менеджмент» часто не меняется, если «Менеджмент» постоянный, и у него есть глобальное видение того, на что нужно делать упор в тот или иной... Это вот, когда сам «Магните» речь. Да. А в тот или иной, допустим, вот период бизнес-цикла, да, вот, тогда эта компания успешно развивается. Если, допустим, эффективность магазинов рядом с домом начинает терять смысл, и люди переключаются, покупатели, на гипермаркеты, да, на покупки в гипермаркеты, соответственно, компания должна этот цикл угадывать и быстро подстраиваться под эту тенденцию. Если же наоборот, значит, там... То есть, вот «Магнит» он более мобилен, с этой точки зрения, чем остальные вот ближайшие компания. Там же там руководство очень правильную позицию заняло, но, скажем там, мне нравится все, что они делают. А дорогая акция поэтому, дорогая акция. Ну, безусловно, она расслабилась просто. Она объективно дорогая, она объективно оценена по рынку. Вот, поэтому, в принципе, после коррекции, я думаю, вполне возможно. Ну, ГМК «Никель», потому что там, в общем, вроде как решение вот этих акционерных проблем и плюс дивидендные вот эти всякие интересные истории тоже повышают привлекательность. А «Крон» тоже в части дивидендов, тоже неплохо себя выглядит. Два раза в год выплачивать дивиденды тоже немногие себе могут позволить. Мне кажется, что также интересно с точки зрения отношения риск-доходность вполне могут в этом году показать себе акции «Мечела». Многих не любят из-за высокой долговой нагрузки, но с учетом того, что вполне возможно долги, уровень долга будет оставаться высоким в мировой экономике, и мировые центробанки будут поддерживать ставки на предельно низких уровнях, по крайней мере, в этом году. То есть проблема долгов, она, по крайней мере, вот на корпоративном секторе, на государственном секторе будет нивелироваться. Поэтому вполне возможно, с учетом того, что у «Мечела» есть какие-то перспективы развития, думаю, что вполне возможно акция имеет потенциал от тех минимальных отметок, на которых она стабилизируется уже на протяжении последних нескольких месяцев. Ну и там ряд еще других интересных. Я понял. Все равно спасибо. Хорошо. Дима, у меня вопрос тебе по банковскому сектору. Вот в любом случае, как минимум две фишки – СБЕР и ВТБ. Вот от них что ты ждешь на ближайшее время. Так, ну что, по ВТБ идея ясна, и нам ее озвучили. Многократно. Девятикопеечную идею очередную. Ну ты считаешь, реально это все? Я считаю, что в нашем государстве ВТБ может быть все, что угодно, потому что последний байбэк нам показал, да, почему у людей выкупают. У определенного только круга лиц выкупают по 13, а все остальные как бы как это. Ну тут своя игра, но в целом я не считаю, что ВТБ дешевле. Извини, пожалуйста, вчера, кстати, по этому поводу был вопрос от нашего слушателя. Он так достаточно жестко это сформулировал, ну, в пределах, так сказать, цензуры. И тем не менее, вот он примерно такую подачу, да, вот сейчас это все затевается. Зачем? Чтобы опять повторить историю с первичным размещением? Ну если проводить аналогии, то я не исключаю, но я не считаю, что банк дешевый действительно прям так чересчур, мне кажется, сейчас текущие уровни достаточно нормальные уровни, в общем, я бы не ждал там мега чего-нибудь такого. Хотя опять много будет зависеть от дальнейших заявлений, да, и так далее, в целом от рынка, потому что размещаться будет по максимуму в рынке, как всегда это бывает. Что касается Сбербанка, здесь отношение к нему нейтрально-позитивное. В целом я считаю, что сверх каких-то уровней доходности он в ближайшее время все-таки не покажет. Хороший банк, отлично, ну, все показатели хороши, показатели намного лучше, чем у ВТБ. В ВТБ, чтобы стоить те же 9 копеек, надо такие показывать коэффициенты, да, роста бизнеса и там все эти параметры, чтобы хотя бы идея в нем такая родилась. Поэтому так нейтрально-позитивно в целом. И в сезон отчетности по американским банкам вроде там неплохо было. В общем, восстановление американского рынка в целом. И тоже идея отработалась, поэтому здесь, наверное, уже я бы задумался о том, чтобы позиции прикрывать, хотя эту идею поддерживал раньше. Второй сектор, который мне тоже всегда нравился, Александр уже упомянул, это металлургия, я не буду там идеи конкретные выделять. В целом, да, я связывал это, в первую очередь, с Китаем. Очень хороший деловой цикл прослеживается в Китае всегда с осени по март, где-то с сентября. Можно по индексам деловой активности посмотреть, по PMI построить графики все за все года, и сезонность вы четко увидите. Ситуация в этом году четко повторилась. Сейчас, правда, может быть небольшой спад в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Там такой провал у них был отделовой активности и в целом так по экономике. Но потом в марте выходят как раз... Ну, то есть PMI где-то с октября, с ноября, да, начали уже, так сказать, выше 50? Да, да, да. И у них есть хороший PMI по сталелитейному сектору, тоже рассчитывается. И там очень мощный всплеск был. Поэтому в целом, вслед за Китаем, конечно, и ставка была на металлургов, они, насколько мы знаем, они хорошо стрельнули в начале года. Поэтому пока еще идея там живет, смотрим за Китаем. Ну, и не только за Китаем, конечно. Ну, понятно. В целом за ценами на промышленные металлы, которые, в общем-то, тоже довольно стабильно держатся. И во многом благодаря мягкой политике центральных банков и так далее, и так далее. Да, да. То есть пока эти сектора в целом привлекательны. Ну, вот, собственно, да, мы поговорили, в частности, о банковском, о секторе металлургии. О Роснефти, два слова буквально, Саша. Что ты о ней думаешь, учитывая, что вот она сейчас в районе 270 стоит и растет опять? Ну, в данном случае, смотрите, все, что в ней хорошего было, ну, по сути, уже случилось. Да, что дальше ждать? Все кредиты набраны, все долги еще постоят отдавать, поэтому, на мой взгляд, там какой-то большой идеи нет. 275 рублей по Роснефти, это пока что, ну, на мой взгляд, потолок. Больших дивидендов, с учетом того, что у НК предстоит большие выплаты по кредитам, и основная цель у компании в ближайшие три года, это расплатиться по вот этим, за сделку по покупке ТНК. Вот, поэтому здесь, ну, думаю, что большому счету бумага стала, она вышла на какой-то уровень, да, и вполне возможно, возле этого уровня будет болтаться. Там 275 вверху, там 255 внизу, вот она в этом диапазоне будет болтаться. Вот, каких-то там ярких идей, ну, да, там господин Сечин говорит, что компания должна стоить 30% дороже, там еще что-то такое. Ну, да, это все правильно, она, может быть, должна стоить дороже. Ну, давайте сначала мы расплатимся с долгами, посмотрим, что будет за ближайшие два года на рынке нефти, и потом уже будем покупать эту бумажку. И говорить, кто чего и должен, да? Да, кто сколько стоит. Значит, мы еще раз слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, последняя часть нашего сухого остатка, мы отвечаем на вопросы, ну и, собственно, продолжаем говорить о перспективах финансовых площадок. Так, я еще раз напомню, американцы открылись позитивно, по крайней мере, Доу Джонс. Этот позитив продолжает расти, СНП в положительной территории и обновляет, собственно, недавние максимумы. И так я посмотрел сейчас на глобальный график, недалеко осталось до исторических максимумов этому самому индексу. Вот это очень любопытно. Ну, может быть, и мы пойдем вслед за старшим братом, как обычно это бывает. Так, есть вопросы, один из них от Галины. Крик души. Когда, наконец, спрашивает Галина, можно будет выгодно, в скобках от текущих цен, продать акции энергетических компаний? Ну, дальше она расшифровывает, хотя, я так понимаю, в целом ее интересует энергетический сектор, ну, ТГКшки, МРСК и так далее. Дима, когда, или так, доколе, доколе уже можно терпеть все это безобразие? Ну, тут вопрос такой опять в политической плоскости несколько лежит. Надо понимать, что российская экономика сырьевая. Доходы бюджета формирует нефть. Далее эти доходы распределяет правительство. То есть, у нас формирует распределение капитала, не рынок, как это, к примеру, в США сделано, да, где деньги идут в более эффективную отрасль. Так должно быть, да? Можно так сказать? Ну, разные системы, разные системы, да. Просто у нас так сейчас на данном этапе развития экономики, фондового рынка в целом. Поэтому деньги распределяются правительством. Соответственно, если правительство принимает решение о том, что надо проводить комплексные реформы, конкретно заниматься отраслью, то тогда действительно интерес появится, появятся идеи. И, соответственно, инвестиционный спрос конкретному сектору сейчас, пока я лично не вижу большого интереса со стороны правительства. Оно все-таки, мне кажется, в последнее время больше заботится Роснефтью и так далее. С всеми этими крупными сделками, которые лежат несколько иной. То есть не доходят руки просто до энергетики, да? Да, они доходят, но не в том масштабе, в котором хотелось бы, да. Хотя вот вроде бы, да, реорганизация, реструктуризация. О том, что энергетика российская перепродана уже много лет говорят, но пока еще руки не дошли. Я понял. Саш, добавишь что-то? Да, дело в том, что, смотрите, за последние годы, за последние кварталы, темпы роста российской экономики существенно снизились. То есть даже если вот брать 2012 год, то темпы роста ВВП были в начале года там возле 4%, в 2011 году были в районе 5,5%, а к концу года темпы роста, квартальные темпы роста ВВП России снизились там чуть не до 2,5%. Это развивающаяся экономика. Это ниже, чем Индия, ниже, чем Китай, ниже, чем Бразилия. Ну, а, соответственно, что такое снижение темпа роста ВВП? Это снижение промпроизводства, снижение потребления энергии. Поэтому пока в этот сектор он не востребован даже с точки зрения экономики, да, то есть в большом счете тех мощностей, которые были, деньги, в которые были инвестированы, их хватает. Вот, но, тем не менее, вот Галину хочу немножко успокоить. Я просто, наши трейдеры говорят, что, в принципе, отдельные сделки со стороны западных банков сейчас идут на покупку наших энергетиков. Выборочные. Нельзя сказать, что этот сектор будет расти, так скажем, широким скопом. То есть я не скажу про те акции, которые она перечислила. Вот, но, тем не менее, выборочные покупки акций идут. Там Эон, Квадро, Мосэнерго, там еще какие-то бумаги, там типа ОГК некоторые, ОГК-2, ОГК-5. Ну, какие-то вот такие выборочные бумаги, по ним покупки идут. Поэтому раз покупки идут, раз какие-то, возможно, спекулятивные идеи в первом эшелоне российских акций, они пока закончились. То есть, в принципе, ключевые акции, индексные, они подошли к каким-то важным рубежам своих сопротивлений. Там, допустим, 104 рубля по Сбербанку, там 6200 рублей по ГМК-анальский никель, там 2050 рублей по Локкоилу. Ну и там дальше можно перечислять. Вот, то, в принципе, народ переключился на бумаги второго эшелона. А что из них? Металлурги, ну, более-менее, они там начали воспринимать, восприяли духом в конце прошлого года. А остается у нас не энергетика, да, потому что телекомы — это защитный актив. Он, по большому счету, сейчас темпы роста показывает очень низкий, ну, то есть близкий к нулевым. Вот, там отдельные какие-то корпоративные истории. Но в целом сектор неплохой, но не лидер. Вот. И остается энергетика. Вот. Поэтому я думаю, что вполне возможно мы ближе, наверное, к середине года, мы вот эту тему у нас будет, она преобладает хорошей будет темой. То есть об этом мы поговорим еще, да, через некоторое время? Да. Сейчас это не очень актуально. И несколько, ну, давайте, не так много времени осталось. Я хотел бы задать вам вопросы касаемо валютного рынка. Дим, ну, тебе, да, наверное, прежде всего. Значит, вернусь я к индикатору, основному индикатору, к евро-доллару, который показал достаточно сильное закрытие прошлого года. В январе он торгуется в узком диапазоне достаточно. Ну, видимо, это во многом связано и с проблемами, да, Соединенных Штатов Америки, там, еврозоны и так далее, и тому подобное. Собственно, неважно, это сейчас, как ты видишь, дальнейшее развитие событий. Евро-доллар – это, так сказать, показатель такой номер один, да, крепость доллара или слабость доллара, или наоборот, там, да, восстановление еврозоны. Ну, тут разобьем на две части. Краткосрочные какие-то, да, и среднедолгосрочные ожидания. Рост евро-доллара с конца прошлого года обусловлен несколькими факторами. Первое – это знаменитые слова Марио Драги 26 июля. Спасем евро любой ценой в рамках мандата, что немаловажно. И, как я называю, базука в виде возможности запуска программы ОМТ, так называемой, скупки в неограниченном количестве, если обращается правительство Италии или Испании за помощью. Меры оказались крайне действенными. Но меры-то имеющие в виду выступления в Украине, вербальные интервенции. С того выступления четко доходности по Италии, по Испании вниз пошли, и евро-доллар пошел с тех времен, такой хороший среднесрочный тренд. Это пока все остается в силе. Таких больших рисков для Европы пока не вижу из ближайшего, разве что, выборы в Италии. Возможно, что-то нарисуют, какой-то там непонятности какие-то могут быть. И второй фактор ФРС, который, в общем-то, объявил Unlimited QE, и начал политику дальнейшего расширения балансового счета своего, соответственно, увеличивает предложение долларов в системе. При том, что ЕЦБ свой баланс сейчас не наращивает. — Ты помнишь, да, мы с тобой все время эту тему поднимаем, и у тебя есть... — Ну да, 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 есть, есть. — Пока все работает, пока на стороне ФРС. — То есть баланс, да? — Да, 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 соотношение балансов, грубо говоря, все-таки пока в пользу Федрезерва. Но в среднесрочной перспективе, если смотреть уже дальше, то я бы скорее ставил на такой перспективе, на укрепление доллара и на оставляние евро все-таки. — Европейская история с долговым кризисом, она будет очень долго решаться. Европа будет очень долго выходить, она будет запаздывать в своих действиях, как мне кажется, со стороны монетарных регуляторов. Это традиционно получается, что ЕЦБ... — Она как бы аловерды, аловерды, да? Федрезерв что-то сделал, этот сразу в ответку. — Евро-доллар, я бы сейчас рассматривал, вот действительно следил бы за действием центробанков, кто кого, как говорится. А еврозоне надо еще, мне кажется, балансовый счет существенно расширять, либо ставки понижать. — Дим, опять сейчас в средствах массовой информации, недалеко, как у нас сегодня онлайн-конференция была посвящена теме валютных войн. Актуально это сейчас или нет, Саша? — Да, актуально. — Да. — Ну, смотрите-ка, ситуация. Действительно, Япония же объявила о том, что она запускает неграничные покупки активов, неграничные по времени. С начала следующего года, 2014, да, по-моему? — Да, в 2014 году. — На сумму 115 миллиардов долларов в месяц. — Месяц. — Это больше, чем 85 миллиардов со стороны ФРС. — Смотри, я просто вспомню. Я читал и вот так, краем глаза. Ну, понятно, да? Доллар и иены. Думаю, 115 миллиардов иены. Я так начинаю пересчитывать их в доллары. Ну, там сумма-то не такая большая. А потом причинаю, что 15 миллиардов долларов. — Долларов. — Ужас. — То есть, по сути, свои, да, валютные войны. Япония — это страна, которая теряет своих экспортные возможности в Европе, в Америке, в Китае, чтобы выровнять экспортные потоки, чтобы улучшить конкуренцию своих компаний вот на этих глобальных рынках, потому что Япония — это экспортно-ориентированная страна, она, естественно, идет на ослабление с курса национального литра. Принудительно. — Принудительно. — Политическими мерами. — Опять я сорвал у меня ответ. Именно политический приказ. — Политический приказ. — Да, политический приказ. — Что в этом случае Еенс Вайдман, да, вот выступал недавно, глава Бундесбанка, он сказал, что это вообще, ну, извините, ребят, ну, вы некорректно поступаете. — Ну, так дела не делаются. Вы сделайте как-то по-другому, потому что вот тем самым вот ослаблением курса японской иены вносится диспаритет в другие валютные пары. — Конечно, конечно. — В частности, Goldman Sachs на этом фоне, естественно, повысил прогноз по паре евро-доллар, там, до 1,40 на ближайшие полгода. Поэтому, естественно, экспортный потенциал... — И доллар-иена 100 он, по-моему, нарисовал, да, в прогнозе? 100 доллар-иена и 1,40. — Да, да, совершенно верно, да. Поэтому здесь экспортный потенциал те же самые Европы, тоже экспортно-ориентированный, тоже на те же рынки, естественно, подрывается. — Конечно. — Поэтому я думаю, что вот этот шаг, он останется не безнаказанным со стороны Японии. Я думаю, что сейчас Европейский центральный банк или, возможно, под давлением Бундесбанка он будет какие-то ответные шаги предпринимать. Возможно, там мы что-то еще интересное увидим. Поэтому здесь вот эта тема не закрыта еще пока. — И достаточно корректно, да, там придумали все-таки это валютные войны, да? — Что позволило Германии показывать, в принципе, достаточно хорошую экономику. Вот посмотрите, где-то в середине года, когда все там говорили о том, что вот, там, в Италии кризис, а вот одна Германия позитивная. Это потому что буквально там в начале года еще курс евро был 1,20, а сейчас 1,34. Если он будет 1,40, ну, соответственно, ну, кто будет покупать Ауди и Мерседесы? Вот. Ну, это так, вкратце. — Я понял. — Да. — Два слова буквально, где времени нет уже. — Ну, я все-таки расцениваю действия Банка Японии, ЕЦБ, ФРС, как такие скоординированные. Ну, в том плане, что они будут между собой паритеты соблюдать. Это как бы понятно. Сам термин «валютная война», он не совсем корректен, в принципе, потому что кто с кем воюет. Ну, если с этой стороны подходить, да, потому что Банк Японии, ЕЦБ, ФРС в одной упряжке, все остальные против... — Дима, спасибо огромное. Саша, Дима, спасибо. Я не успеваю вас представить. Уважаемые слушатели, спасибо. Успехов на рынке. До свидания.